Чемпионат Тюменской области по волейболу Здесь все преследуют свои цели. К примеру, команда из небольшого села Мальково. У некоторых районов не хватает желания собрать состав, а здесь смогли. Правда, немножко усилились, но это не отменяет того факта, что в чемпионате играет команда из села с численностью жителей чуть более 2,5 тысяч человек. Мы набираем все опыта, потому что очень молодая команда в основном. Это 11 класс. Я взяла на усиление двух игроков в Тюмени. Но это, допустим, с первой игрой не помогло. Именно мальковским девушкам и предстояло открывать чемпионат. Соперник сразу же попался серьезный. Ултеровчанки – действующие бронзовые призеры лиги. Мыслят совсем другими категориями. К примеру, вполне не против замахнуться на выход в региональную элиту. Начали чемпионат удачно, с двух побед. Помимо них, дважды выиграла в зоне юг вторая команда из сетского района. Первая элитетская команда. Там взрослые. Это основная сборная, которая на губернских играх. А мы готовим резерв. И, кроме того, эта команда обкатывается на второй лиге. Подготовка к основному старту спартакяда школьников. Футбольный клуб Тюмень потерпел первое крупное поражение в сезоне. Сибиряки гостили в Жигулевске, где в рамках 14-го тура первенства России по футболу, среди клуба 2-го дивизиона уступили местному Акрону 0-3. Впрочем, на то есть весомые причины. Уже на седьмой минуте арбитр матча Владислав Рыбаков показал прямую красную карточку Никите Теленкову за фол в центре поля. Само собой, гости тут же отошли назад, настроившись терпеть. Первое время получалось неплохо. Моментов у Акрона не возникало. Но на 31-й минуте Тюмень снова создала себе проблемы. Артем Семейкин с линии вратарской точно пробил после подачи соперника по своим воротам. Будем критичными к себе. На самом деле, должны были и к такому сюжету готовы быть к развитию. Даже играя десятером, наверное, могли лучше использовать стандарты и лучше выходить в наши быстрые атаки. И даже играя десятером, эти моменты и возникали. Но нужно было, конечно же, проявить мастерство и этими моментами распорядиться и какую-то все равно остроту у ворота Крона все-таки создавать. В начале второго тайма интрига приказала долго жить. По мнению Рыбакова, Александр Бем нарушил правила в своей штрафной площади, предварительно дав себя обыграть. Николай Иванников с пенальти был точен 2-0. Дело до разгрома хозяева довели на 68-й минуте. Хороший хлесткий удар удался Сергею Кирикову. Владислав Граб был бессилен. Картину игры, конечно, изменило быстрое удаление. Наш тренерский штаб благодарен ребятам нашим, что сыграли четко, концентрированно, выполнили полностью нашу установку. Впереди тюменцев ждет последний домашний матч в этом году. 26 октября они встретятся на «Геологе» с «Уралом-2». Соревнования с семьей закрыли очередную спартакиаду «Малыш» среди дошкольных образовательных организаций Тюмени. Участники и большие, и маленькие достойно справились с серьезными испытаниями. Поддерживали друг друга в каждой мелочи, показывая семейную сплоченность. Всей дружной семьей надо все проходить. Папа уходит на кольцо, папа потом маме бросает, мама мне катит, я перехожу к ним, папе, папа уходит, маме бросает, потом мама мне катит, я бегу, бросаю в ведро, и потом мы все вместе возражаемся назад. В финальный этап, который прошел в спортивном зале гимназии номер 21, пробилось 12 семей. Все они сначала прошли внутренний отбор в детских садах, а затем и на уровне административного округа. В каждой команде по три человека – папа, мама и малыш. И пусть главной целью были незабываемые эмоции, спорт всегда остается спортом, где не только побеждают, но и проигрывают. А так как в этом возрасте очень сложно сдерживать в себе разочарование, было пролито немало искренних слез. Причина слез вредничает, что-то вот не хотела идти фотографироваться с фандой. Именно семья Зуевых заняла второе место, но попробуй объясни ребенку, что серебро – это тоже почетная награда. Золото же выиграли Беляевы – Евгения, Оксана и Миша. Больше всего запомнилась подготовка, это 100%. Потому что то, что здесь мы показали, все здорово, весело, замечательно. Призы, медали тоже классно, но благодаря этим стартам мы провели гораздо больше времени вместе, чем в повседневной жизни. Это самая главная победа наша. Замкнула тройку призеров семья Барабановых. Награждение по итогам всей спартакиады состоится в ноябре. В Тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» продолжается сбор национальной команды страны по биатлону. На 4-х километровой охлаждаемой трассе, которая в конце октября позволяет наслаждаться катанием на лыжах, работают 33 спортсмена, 18 мужчин и 15 женщин. Не хватает только Екатерины Юрловой-Перахт. Она по согласованию с тренерским штабом находится на самоподготовке. Лыжи появились, которые по метр девяносто, которые мешаются и немножко неуклюже себя чувствуются. Но, в принципе, заставляем с ними, разговариваем, постоянно показанные доски показываем, говорим им время нахождение на рубежах. Тесты различные проводим, лёжа, стоя, лёжа, стоя. Огромное внимание на Тюменской вкатке тренерский штаб уделяет технике биатлонисток. Совершенству, как известно, предела нет. А потому каждая из спортсменок пытается научиться идеальному передвижению на лыжах. Я, например, плечом разворачиваюсь постоянно. То есть отталкивание идёт не вперёд, а вбок. И вот это моя принципиальная ошибка. Но есть ещё такие мелочи. Ногу нужно подальше выносить, например, шаг побольше делать. Тазом вперёд уходить. 15 и 16 ноября в Тюмени состоятся контрольные старты биатлонной сборной страны. По их результатам будет сформирован состав команды на первые три этапа Кубка мира. Тюменка Виктория Сливко в прошлом сезоне выиграла кубок IBU. И как обладатель этого трофея получила персональное приглашение на мировой кубок. Я, слава богу, я тоже. Я уже отобралась. Ну, действительно, это как-то даже немножко расслабляет, что ли. Ну, не то, что расслабляет, просто нет такого напряжения. Ты не думаешь, блин, 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 отборы, отборы. То есть я просто выйду, спокойно пробегу и всё. Продолжение следует...